Служба национальной безопасности Армении сообщила о раскрытии группы, занимавшейся вербовкой граждан страны и жителей так называемого Нагорного Карабаха для участия в подготовке вооруженных действий. Семь человек были идентифицированы, трое из них задержаны. По версии Следственного комитета, завербованным предлагали 2400 долларов в месяц за участие в тренировках, которые включали освоение тяжелого вооружения и боевые дежурства. Эти тренировки проводились в Ростове-на-Дону. В частности, участников проверяли с помощью полиграфа, затем размещали на военной базе под названием Арбат, где их обучали ведению боевых действий в закрытых помещениях. Главная цель подготовки, как утверждает армянская спецслужба, заключалась в свержении действующей власти в стране. Некоторые из завербованных отказались от участия после получения информации о настоящих намерениях группы, а другие были задержаны правоохранительными органами. В тот же день Армения заморозила свое участие в ОДКБ из-за того, что эта организация якобы больше вредит стране, чем помогает. Как заявил премьер-министр страны, организация договора о коллективной безопасности как раз и создает угрозы для суверенитета страны. Мы заморозили наше учленство в ОДКБ не только потому, что организация не выполняет своих обязательств по безопасности перед Арменией, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, будущего существования, суверенитета и государственности Армении. Связаны ли эти события? Есть ли в попытке переворота российский след? Это мы обговорили с экспертом, политологом, кандидатом наук, который занимается изучением международной политики. Происходит попытка России сохранить в определенной мере контроль над этой страной, над теми процессами, которые в этой стране происходят. Если раньше таким механизмом влияния, механизмом контроля была история, связанная с Нагорным Карабахом, то после того, как эти территории вернулись в состав Азербайджана, по сути, этот механизм и возможность таким образом контролировать Армению пропал. При этом мы знаем, что армянское руководство абсолютно аргументированно и объективно взяло курс на выход, по сути, с ОДКБ, поскольку этот военно-политический союз не принес никакой пользы Армении, конкретно в ее противостоянии, например, с Азербайджаном. И эти заявления уже достаточно давно звучали, они фактически заморозили свое участие. Я думаю, что рано или поздно будет официальное решение, что нанесет, конечно, очень серьезный удар по России с репутационной точки зрения и с точки зрения ее вообще влияния в регионе. Поэтому я абсолютно не исключаю, что именно Россия стоит за попытками какой-то внутренней дестабилизации, поскольку им выгодно либо этот контроль сохранить, либо в крайнем случае создать вообще атмосферу такого рукотворного хаоса и воспользоваться плодами, скажем так, этой атмосферы, сохранив какое-то влияние на Армению, которая все более и более выбирает курс на Запад и в контексте интеграции, например, в НАТО, ну какое-то, конечно, очень-очень отдаленное, и в том числе там процессы, связанные, например, с какими-то европейскими перспективами, собственно говоря, Армении. Так что ожидаемая на самом деле история, тут даже вопрос, почему это сейчас произошло, они намного раньше, потому что было понятно, что какие-то попытки внутренние там раскачать ситуацию, они обязательно будут, и Россия будет делать какие-то попытки поставить там на внутренние, условно говоря, силы, с внешней, конечно, помощью, для того, чтобы либо сбросить Пашиняна, либо создать какую-то такую ситуацию, когда он вынужден, например, был бы обратиться за помощью к той же Российской Федерации. Хорошо, что не получилось, но я думаю, что армянам там рано на самом деле расслабляться, все еще впереди, и Россия, этот регион будет пытаться качать время от времени, пользуясь той ситуацией, в которой Армения сейчас оказалась. Второй народный депутат Украины за последнее короткое время бежит из страны. Андрея Адарченко подозревают в попытке дать взятку высокопоставленному чиновнику Государственного агентства восстановления Украины. По данным правоохранительных органов, он предлагал взятку в криптовалюте биткоин на сумму 50 тысяч долларов. В обмен на это, Адарченко просил содействия в выделении средств из фонда ликвидации последствий российской агрессии на ремонт здания университета, где он продолжал занимать должность ректора. Несколько недель назад народный депутат Украины Артем Дмитрук, к слову которого заподозрили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, тоже незаконно покинул страну. Почему бегут депутаты, что ж такое происходит, спросили мы у политолога из Украины Игоря Рейтеровича. Они бегут, потому что, а, против них действительно могут быть или уже открыты, например, уголовные дела в Украине. Соответственно, они, видимо, не верят в свою невиновность и возможность защиты в наших судах. И понятно, что если у них во втором случае есть возможность, например, каким-то образом выехать со страны, они этой возможностью пользуются. И это, на самом деле, очередной, наверное, такой плевок частично в лицо наших силовых органов. Почему? Потому что президент почти месяц назад обещал после истории с депутатом Дмитруком, что через две недели будут приняты какие-то решения, которые, по сути, создадут невозможность повторения подобной ситуации. Когда, в первую очередь, народные депутаты, против которых открыты или планируется быть открыты уголовные дела, смогут каким-то образом сбежать со страны и стать недостижимыми для украинского правосудия. Но, как видим, две недели прошло, никакие решения не были приняты. И еще один народный депутат оказался, я слышал, там вроде в Вене уже, да, и оттуда он передает теперь большой привет. Надо что-то делать, и мне кажется, здесь уже не обойдется просто какими-то встречами, какими-то заявлениями. Решения должны приниматься в том числе и на кадровом уровне. Люди, которые ответственны вообще за это направление, они должны понести как минимум политическое наказание с точки зрения тех постов, которые они занимают. Поскольку, я боюсь, что это далеко не последняя история, уголовные дела, с одной стороны, действительно открываются. То есть, борьба с коррупцией, какими-то злоупотреблениями она ведется. Но проблема в том, что правоохранительная система, по сути, дает возможность таким людям выехать со страны, что не эвелирует вообще всю подготовительную работу. Какой смысл ей заниматься, если эти люди потом могут как бы сбежать и еще и оформить себе там статус политического беженца. Так что здесь настало время, наверное, очень жестких решений и недопущения подобных ситуаций в будущем. Но тут еще один момент, почему это происходит. Я не исключаю, что некоторых людей просто элементарно выпускают, каким-то образом их заранее предупреждают, что будут какие-то уголовные дела. Они имеют люфт во времени, они им по полной программе пользуются. Поскольку, возможно, даже для кого-то из представителей власти присутствие этих людей в Украине менее выгодно, чем их бегство за границу. Но вот в случае с Метруком это точно было так. С Идаршенко там, возможно, несколько другая история, но она тоже показывает на те проблемы, которые у нас есть и которые, конечно, нужно нивелировать.